Всем привет! Меня зовут Николай Птиченко, я являюсь руководителем международной гитарной онлайн школы Ваганты из Санкт-Петербурга. И мой собеседник Игорь Лузин, руководитель Центра развития «Человек» город Санкт-Петербург и директор консалтинговой компании «Путь к истоку». Хочу еще несколько слов сказать об Игоре. Это один из моих любимых учеников. У нас очень хорошие дружеские отношения. И сегодня я хотел немножко поговорить с Игорем и взять небольшое интервью. Игорь, расскажи, пожалуйста, какое место в твоей жизни занимает музыка, гитара, если ты еще дружишь с ней? Несколько слов об этом. Начал я свою практику детским врачом, земским врачом. И я лечил людей. Второй этап жизни был. Я лечил семьи. Помогал созданию семьи. И третий сейчас. Я сейчас активно консультирую бизнес и помогаю в бизнес-процессах. И на логотипе моей компании находится скрипичный ключ. И бизнесмены всегда очень сильно удивляются, при чем здесь консалтинг, при чем здесь коучинг и при чем скрипичный ключ. Я всегда отвечаю. Я очень хочу, чтобы ваш бизнес и ваша жизнь была как хорошо настроенный музыкальный инструмент, чтобы вы не фальшивили в своей жизни. Поэтому музыка занимает большое место. Я до сих пор не очень знаю ноты. И не сильно хочу их выучить. Но слушая свою душу, слушая свое сердце, я сонастраиваю человека с его истинным звучанием. И вот мне очень сейчас нравится такое название. Это камертон бизнеса или камертон человека. То есть очень хочется, чтобы была вот эта чистота космической гармонии, которая приводит человека к тому состоянию, в котором он рождает ту истинную красоту и истинный успех. Потрясающе. Дело в том, что я знал всего лишь одно государство, на гербе которой есть музыкальные инструменты. Теперь я знаю второе ваше государство. Знаешь, кто это первое какое? Нет. Ирландия. Ирландия. Да. Это единственное государство, на гербе которой есть музыкальный. Какое же? У них есть кельская лира. Да, это потрясающе. Вот когда ты сказал, мне прямо что-то шевелилось, я почему-то вспомнил сразу это. Действительно, у нас был серп и молот, сейчас два этих самых орла, а вот у них именно музыкальный инструмент. И всегда поэты, они считались священными, они занимали такое высокое положение в государстве. Ну, я об этом сейчас не хотел бы говорить, именно хочу о тебе поговорить. Игорь, скажи, пожалуйста, вот если бы ты сейчас с высоты своего положения посоветовал бы молодым людям или людям, которые начинают заниматься музыкой, да? Вот какие бы ты шаги им посоветовал для того, чтобы они пришли к тому пониманию, которое ты сейчас имеешь? Вот ты сказал, ты не знаешь ноты. Для меня, например, абсолютно неважно, я даже нотам не учу вначале, но когда я слушал, как ты на ханге играл сегодня, у меня было ощущение, что я нахожусь, не знаю, в келье святого или где-то, знаешь, в таком чистом месте, может быть, в варпах где-то. Мне вот унесли эти звуки настолько высоко. Для меня это музыка. Так вот, ты пришел к этой музыке, я ощущаю в твоем доме вот эта гармония музыки, вокруг тебя я ощущаю эту музыку, все, что ты сотворил, вот это для меня музыка. Вот что бы ты посоветовал человеку, который хочет связать свою жизнь с музыкой, какие бы шаги ты ему посоветовал с высоты своего положения? Ну, первое, первое, что я бы посоветовал, я специалист по предназначению человека, и 14 лет назад я узнал свое предназначение. Знание своего предназначения помогает мне не суетиться, не сбиваться с пути, двигаться по этой дороге. Я знаю, к чему я должен прийти, я знаю, к чему я хочу прийти, и, соответственно, это знание дает мне очень большие преференции перед всеми остальными людьми. Это первый момент, то есть нужно познать себя, нужно исследовать свои потенциалы, исследовать то богатство, те таланты, которые находятся внутри меня. И после этого двинуться в путь, и, ну, инструмент тут выбирает каждый, здесь не может быть какого-то совета, потому что кому-то ближе скрипка, кому-то флейта, кому-то фортепиано, но вот здесь, мне кажется, важно очень услышать созвучие с инструментом, узнать его, почувствовать его. То есть вот второй шаг, который я посоветовал бы, это научиться чувствовать, научиться чувствовать, не только думать головой, но еще и чувствовать. Ну и третий, самый сложный шаг, когда уже инструмент у вас стоит дома, это заниматься, это просто брать его в руки и уделять ему времени, потому что в текучке дело и суете жизни мы откладываем самое главное на потом, на завтра. Спасибо тебе за этот ответ. Следующий мой вопрос. Я хотел, чтобы ты рассказал о том, чем ты сейчас живешь, о ваших проектах, о вашем замечательном сайте. Я его смотрел, там очень много есть, мне кажется, полезных вещей для человека, который собирается развиваться. Вот моя идея, я ее не скрываю, я никогда не учил гитаре. Вот если ты меня понимал, вот когда я тебя тогда учил, я всегда говорил моим ученикам, что музыка это средство для развития человека. Если человек становится фанатом чего-то, мне очень жаль таких людей. Вот я бы тебе не видел этого фанатизма, я видел, что ты всегда оставался самим собой. И вот очень бы хотелось, чтобы ты рассказал сейчас нашим слушателям, вот чтобы они могли для себя максимально подчеркнуть, вот какие их шаги, да, вот когда они придут на твои проекты, что они могут получить, насколько это возможно в формате нашей беседы. Возможно, мы занимаемся семью направлениями, которые сейчас объединили в поездке по миру. Я всегда мечтал путешествовать, и на сегодняшний день я посетил 23 страны мира, 23 страны, в которых проведены более 900 тренингов и семинаров. Это числи хотя бы несколько. Вот. Я завидую тебя. Ну, практически вся Европа, Мальта, Африка, Израиль, Таиланд, Черногория, Сицилия, Валконетно, много-много всего. Какая ты умница, просто. Вот. И мы сейчас формируем программу на три года путешествий по миру, и каждый человек найдет для себя очень три ценные вещи. Во-первых, человек сможет поехать вместо своей мечты и оказаться в этой точке. Во-вторых, он получит очень мощную экскурсионную программу. И в-третьих, он получит содержательную программу по самопознанию, по развитию отношений, по оздоровлению, и по темам у нас 49. 49 тем на все случаи жизни мы занимаемся причинностной медициной. То есть мы помогаем человеку быть здоровыми. Мы помогаем людям создать счастливые семейные отношения или партнерские. Мы помогаем человеку найти свое призвание в профессии. Мы работаем с лидерскими программами, позволяем, помогаем человеку включить свою волю к жизни и сделать то дело, которое он откладывает. Очень глубокая программа у нас с Оксаной – это искусство близости. То есть мы исследуем архетипы, мужские и женские, и глубочайшим образом исследуем пространство отношений. То есть семь языков любви, каким образом мы передаем, каким образом мы выстраиваем отношения. Все, что связано с раскрытием талантов. То есть я сейчас пробовал играть на 17 музыкальных инструментах. Я не умею на них играть, я говорю совершенно откровенно, но вот то, что ты слышал на ханге, вполне достойно для звучания. И сейчас, оказавшись в Израиле, мне позвонили из Иерусалима и сказали, мы хотим, чтобы ты провел концерт. То есть я сейчас даю с хангом концерты, не зная ни одной ноты. Когда приходят люди, и еще приносят деньги за это. Сотрясающе. Ну и последние два проекта, которые меня очень сильно вдохновляют, это «Я улучшаю зрение за два дня». У меня методика называется «Празрение». Работаю с причиной ухудшенного зрения, потому что 3,5 миллиарда населения планеты Земля плохо видит. Мне это сильно не нравится. Поэтому тема «Празрение». И последний проект – это «Празрение души». То есть я хочу, чтобы человек услышал голос своей души и увидел, как же это все реализовать. А вот для этого нужно знание своего предназначения и видение, к чему же я иду. Китайцы говорят, если ты не знаешь, куда ты идешь, то как ты узнаешь, что ты пришел? Поэтому все наши программы помогают человеку стать человеком. Мы не претендуем на истину в последней инстанции. И все программы, они очень социализированы, они очень просты, они понятны абсолютно любому человеку. То есть есть учебник физики, биологии, химии. Нет учебника, как стать человеком. Вот я посильный свой вклад хочу внести в это пространство, чтобы главные ценности в жизни, как любовь, развитие, самопознание, творчество были проявлены в жизни. Ну и я держу по меру для того, чтобы объединить людей на планете Земля, подружить споры религиозные, политические, бизнесовые. То есть в этом мире всем хватит всего, если каждый идет по своей дороге и уважительно относится к позиции другого человека. Спасибо тебе за такой содержательный ответ. И такой практический совет. Мне очень нравится то, что ты делаешь. Вот, например, я хочу попасть на какой-то из твоих проектов. Какие я должен сделать шаги? Объясни, пожалуйста, технические. Шаги очень простые. Можно зайти на сайт, почитать список программ, которые есть. Он далеко не полный, потому что мы много работаем и в корпоративном режиме, и в путешествиях. Но все путешествия будут на сайте. Как сайт называется? Сайт называется istok.ru, i100k.ru. Или если вы ведете в поисковике Игорь Лузин, он появится, либо Центр развития человека. То есть в сайте очень много информации, видеоматериалов разных. На сайте можно посмотреть программу, которая вам отозвалась. И внизу будет форма заполнения предварительной записи. То есть вы можете записаться, оставить свои координаты, и в ближайшей программе мы с вами свяжемся и позовем вас на программу. Либо есть сетка расписания уже, и там уже четко фиксированные даты. Но они в основном связаны с другими странами мира. Поэтому если вы планируете какие-то поездки и хотите отдохнуть содержательно, мы называем это отдых со смыслом. Содержательно отдохнуть за границей можно сделать это. Ну и мы сейчас с Николаем планируем совместный проект. Я очень восхищаюсь качеством и подходом Николая. И мы хотим объединить подход гитарно-музыкальный с психологическо-духовным, оздоровительным. Вот таким вот образом, чтобы у человека была возможность в одном туре получить очень качественный продукт, который... Я не побоюсь этого слова, не будет аналогов на рынке. Это так. Я сам себе завидую, что я буду участвовать в этом проекте. И с одной стороны, как человек, который будет чему-то учить, и так же человек, который будет учиться. Это вот удивительная вещь, мне кажется, вот эта идея, которая была в Древнем Риме, когда, помните, там не было зрителей и не было... То есть, вернее, зритель, вернее, был и зрителем, и кем? И участником. Вот это удивительное действие, которое было в Древнем Риме, мы хотим с Игорем совершить. И в одном из следующих интервью мы очень подробно с Игорем потом расскажем. Ну, а сейчас я хотел бы попросить Игоря, чтобы он сделал какие-то пожелания нашим слушателям. Все, что он хочет сказать, это его возможность. Пожалуйста, Игорь. Я хочу пожелать всем тем людям, которые смотрят это видео, счастья, любви, здоровья, изобилия, красоты, вдохновения. И побольше радости, потому что, когда у вас хорошее настроение, вы улыбаетесь, мир превражается вокруг. До скорой встречи. Ну, а я хочу закончить нашу встречу словами Юрия Висбрань, который сказал, «И сама по себе не играет гитара, а дана человеку, как голос души». До скорого. Удачи. Счастливо. Итак, подарок будущим участникам Школы Ваганта. Спасибо. Спасибо. Субтитры создавал DimaTorzok Добавил субтитры DimaTorzok Добавил субтитры DimaTorzok Добавил субтитры DimaTorzok Добавил субтитры DimaTorzok